здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта вы не поверите что сейчас будет сейчас будет что-то вот ну-ка томас покажите мы с томасом сейчас будем опускать планер а 15 посмотрите и сейчас на нем летать сбывается моя очередная мечта мой антонов мой любимый конструктор и просто вот для меня просто великое счастье полетать на плане планере который был сделан под его правом руководством это планера 15 на нем установлена там достаточно там 9 или 8 9 рекордов и свое время он был совершенно фантастичным цельнометодический планер таким безумным удлинением таким хвостом я еще ни разу не летал v-образным просто сказка сейчас мы попыток постараемся обклеить может быть на крыло одну камеру может быть может получится муж нет неважно главное что просто вот мы сейчас летаем точно будет с воздуха репортаж нового выкатываемся ну что друзья так сбываются мечты мне всегда хотелось полетать на планерах авиаконструктора антонова это мой самый уважаемый конструктор я уже это раз то говорил и буду говорить принципиально и вот планера 15 которых на планете земля сохранилась там не знаю пару штук может быть я лечу на легенде ребята это фантастика ну то есть само состояние что тут сижу уже фантастика то что сейчас вот я может быть как может быть уже для чего вот и приземлюсь это вот перспективки мы начинаем закрылки убраны интерцепторы убраны кабина застегнута мне нужен отсюда только скорости указатель все больше ничего не нужно высотомер 0 и тоже вещь хорошая варьометр на час потоков нет поэтому вряд ли нам что-то понадобится сидеть удобно обзор хороший сверху замечательно такая шторка сделана то есть можно летать без панамки сделано наверное для того чтобы на панамках экономить ну что друзья мы взлетели мы летим за самолетом динамик динамик конечно у томаса просто бомба не самолет потому что на нем стоит 914 роток турбированный и наваливает этот динамик будь здоров но в этом я думаю не самое важное посмотрите пожалуйста на счастливого человека который летит на буксире пока за самолетом но вообще он летит на плане я 15 друзья мои это планера 15 конструктора коллега константинович антонова я имею честь на этом плане прилететь вот это прям вот реально честь для меня и вообще великая удача что вообще в общем то можно на этом плане или полететь и хочется сказать огромное спасибо тем ребятам которые реставрировали спасли этот планер потому что я даже не знаю точно его историю в общем его вывезли из советского союза и не советского союза наверное уже развалившегося советского союза и полностью реставрировали в этого планера совсем небольшой налет и посмотрите он сейчас в частной собственности это реально летающий экземпляр так я наверно сейчас чуть-чуть уже руками потому что потеет надо открыть порточку так вот пошел воздух потеть перестали вот эти какие длинные длинное крыло такое набрали высоту на данный момент 1300 метров самолет томаса просто великолепный динамик сделан для того чтобы буксировать планера которые летают на акробатику и реально крутая штука томас умничка вот сейчас уже заканчивается набор мы подходим к следующему слою облачности он подымает мне на максимально возможную высоту с которой я просто здесь полетаю а потом что-то приземлюсь да уже тысяч четыреста метров момента полтора километра похоже хочет затянуть у меня уже мечта отцепиться потому что все ближе второй слой как долго в группу группа нет но хорошо землю видно то есть я придавинусь видно куда лететь то есть я переживал что мы не сможем ориентироваться мы можем ориентироваться все хорошо вот так что прям вот смотрите полтора километра все шикардос мы потом немножечко полетаем парой с томасом по крайней мере попробуем так вот пошел 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 туман надо меня отцеплять точнее я сам могу есть есть отцепился ну томас вот он сбоку вентиляцию сделай больше потеем так он летает мне нравится я вижу вильнюс да он поднимается набирает высоту сейчас будет над нами проходить да не веревка вот вот такая штука что я могу сказать про планер планер совершенно волшебный то есть он просто изумительно управляется у него есть мягенькая легенькая ручка у него есть еще и закрылок что по ощущениям но смотрите разгоняется прекрасно планер вот вот скорость 100 20 ручкой перекладывается мягкий очень мягкие педали то есть настолько настолько педали мягенькие что просто диву даешься настолько легенькая такое управление ручка совершенно нежная ну вот я в восторге друзья пусть меня поснимают я вам расскажу мои первые мои впечатления от планера от планера 15 он крайне приятен то есть пилотировать его реально одно удовольствие и даже не знаю чем это сравнить то есть такая легенькая легенькая ручка но даже не ручка впечатляет а просто наилегчайшая просто под кушинка педали я попробую сейчас выпустить закрылок вот я выпустил закрылок планер прям спух и скорость у меня сейчас не поверить вот 60 километров в час вот смотрите ну не 60 сейчас пока на вот 60 он реально летит на 60 просто фантастика смотрите томас вокруг меня кружит вот планер а 15 ну не грёт же указатель скорости посмотрите вот он летит у меня блин какой кайф как он просто вот радиус виража я вам скажу у меня такое ощущение что я кручусь вокруг уха просто вот 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 у меня как будто крыло воткнулось куда-то и я просто вокруг него верчусь очень-очень узенько очень узенько чуть-чуть приходится давать ручку наружу сейчас может быть чуть-чуть а педаль да ручка приходится держать он крыло длинное пытается свалиться немножечко в вираж то есть вот видите ручка у меня дана против крена на себя против крена вот достаточно интенсивно но сейчас я попробую увеличить скорость и уберу закрылок посмотрю есть ли этот эффект на убранном закрылке я убрал закрылок вот и становлю спиральку уже с убранным закрылочком ну и как вполне себе и теперь уменьшаю скорость смотрю как как там ну летит уже конечно не так вот он начинает трястись скорость при этом посмотрите где-то ну 75 вот так где-то вот его уже потрякивает то есть все-таки закрылок довольно существенно помогает и но с закрылком есть небольшая тенденция к увеличению крена нужно придерживать немножко ручку вот мы подходим к зоне облачности закрылок я больше строгать не буду вот и вот у нас полутнис наш аэродром где-то под слоев облаков я здесь по самому краю буду летать вот Томас продолжает над нами как поршун кружить вот качество аэродинамическое но снижение у нас совсем небольшое то есть на полторы километра закидывали сейчас тысячи метров осталось ну нормально все то есть прям изумительно медленно снижается там я бы сказал так это ничем не хуже современных пластиковых планиров вот эта машина мне она очень нравится я прям в полном восторге то есть мне было интересно попробовать вот что за технологии были как какие были планировать что за аппарат построил Олег Константинович команда Олег Константинович тогда больше наверное но под его руководством прям огонь огонь преклоняюсь прикрою такую вот он змей в облаках прячется оп это веревка все оп красавчик оп попали в спуточку от него так все аэродром я наблюдаю нервничать я перестал ну потому что в принципе нервничать и не нужно было знаете когда такой красивый планер который в 3 миль осталось ты над облаками над лесом и рискуешь потеряться это скажу я вам не очень самолетиком мы стоим в одном потоке в одном в одной спирали ох но томас подстраивается старт помогает меня чуть скорость увеличил поуже постараюсь ну-ка 45 попробуем чуть добавим скорости кто кого а прикрою такую ну кто кому пост выйдет а хе-хе-хе врешь не возьмешь на планете конечно удобнее спираль крутить чем на самолете наверно ну-ка догоним у томаса ну-ка оп ну-ка томас воздушный бой так 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 я получил свой кайф от аппарата мне все более-менее понятно поэтому я просто на нем сейчас полетаю побалдею зато вам расскажу немножко о его конструкторе Олег Константинович Антонове почему я считаю самым выдающимся одним из лучших конструкторов мира самым выдающимся наверное в союзе для меня то есть мне кажется что он самая яркая ну то есть здесь же наверное какой-то не только конструктор как как конструктор то есть он великолепный конструктор фантастический совершенно но он еще замечательный человек просто человек с большой буквы у которого на месте и этичности ну не знаю там правда как то вот все вместе то есть вот это человек и что его ярко характеризует например будучи уже таким мощным деятелем конструктором и прочим он не побоялся в том же 65 году написать открытое письмо там в ЦК партии о том что там существуют репрессии на Украине за не знаю там литературу на украинском языке прочее ну и вообще много чего он был таким защитником тех кого не сильно любила советская власть Олег Константинович закончил учебу он попал на Коктебель в свое время как и все в двадцать четвертом году был на первых всесоюзных первым всесоюзным планером в слете сделал свой планер потом учился в институте и делал планера с высотой поэффективнее пойдем помедленнее и в тридцатом году он опять попал в Коктебель когда закончил вуз возглавлял техническую часть летной школы в Коктебель и нагорел зонсерд а в тридцать этим году ему доверили управлять заводом в Тушино планерном и он спроектировал довольно большое количество конструкций планиров там были рекордные планиров вот на его планировали рекордным Ротфронт один Ольга Клепикова долетела до Сталинграда в свое время там 800 чем-то километров рекорд держался по-моему 14 лет он держался у мужчин и больше там 20 лет среди женщин и помимо этого было очень много конструкций ну точнее не очень много была просто серия конструкций учебный у него планер А1 А2 и они были очень ну может быть такие дубовенькие может быть не так красиво смотрелись но идея это была в том чтобы сделать планер который там ремонтируется палкой собирается из деревяшечек там минимизирована была то есть основная работа была его конструктора не сделать красивый планер который супер летит а сделать планер чтобы вообще можно было сделать то есть минимальное количество металлических деталей там прочее прочее но и доткратилась куча времени и действительно завод работал выпускал планера активно пока там не знаю в 30 в каком-то там году в восьмом шестом не было принято решение что все нафиг нам планера не нужны завод планерный мы его закроем ну и дальше там закрыли Олег Константинович работал в КП Яковлева и только после войны он получил в Новосибирске уже свое КП и сделал великолепный самолет А2 ну один из лучших самолетов на планете красивый то есть он красивый своей вот такой вот не знаю точностью неприхотливостью какой-то там может приземляться взлетать как хочет то есть такой вот летающий трактор вот при этом их было очень большое количество А2 выпущено до сих пор делают по-моему там в Китае где-то вот потом была огромная серия были транспортные самолеты еще кучу всего можете почитать это в Википедии то есть смысла нет мне сейчас рассказывать мне интересно то что насколько каждая конструкция Антонова проработана до мелочей и ну не знаю дышит какой-то инженерной красотой то есть я вот смотрел ну просто просто все вылизано ну быстро дано что ли и когда он брал на работу конструкторов молодых он всегда говорил он всегда сажал ну может это байка но мне по крайней мере ее рассказывали молодого инженера клал лист бумаги лежал карандаш и если молодой инженер ни разу за беседу с ним не брал карандаш в руки ну или Константинович не брал его на работу и вот этот планер спроектирован последний планер который был спроектирован а 15 я имею счастье на нем лететь сейчас и получаю от этого несказанное удовольствие почитайте книгу 10 раз сначала Олег Константинович помимо того что был великим конструктором он еще был отличным писателем то есть его рассказы про планеризм читать одно удовольствие потому что все они дышат таким ну очень легким красивым юмором такой легкой веселой критикой Дусаапа ну в принципе вот я как чувствую все как сам чувствую жизнь так вот я читаю книги Олег Константинович я бы ну если бы писал подписал бы именно так вот он рисовал книги ой в книге рисовал рисовал картины очень красивые был очень всесторонним человеком знал в совершенстве там английский язык французский язык и когда он был на Любурже иностранная пресса отмечал что посмотрите какой элегантный образованный красивый конструктор работает в Советском Союзе так оно и было поэтому почему я говорю что для меня это кумир для меня это человек хороший конструктор великий ну просто в конце концов он мне нравится как этот планер я вот сейчас тащусь лечу на этом планере и мне я получаю нескольственное удовольствие поэтому тут надо просто сказать спасибо за мечту что вот вот она мечта есть что красота так друзья мои а я между тем уже на высоте 300 пожалуй мне стоит задуматься о том что надо бы как-то в перспективе заходить на посадку так как я на этом планере впервые поэтому я не буду никаких там афганских заходов делать подойду поближе к точке сейчас я попробую выйти в район этого озера и от озера аккуратненько пойду на заход правым кругом а слушайте друзья мои я шасси-то не убирал я и забыл что здесь шасси убирается я летал весь полет с выключенным шасси позор сегодня я выключаюсь так и так и и ох ну что я приземлился оказалось это очень просто за крылком этот планер летит прекрасно очень мягенько я давно такой низкой посадочной скорости не заходил вот ну кайф прикасаешься к легенде это просто бомба это вообще фантастика земли так не связанный получился текст я не готовился мне не было тезисов вот поэтому ну не знаю вот как вот жизни можно что-то рассказывать из кабины может быть я избыточно нажимаю на свою любовь к конструктору как вот как есть ребят нравится мне человек нравится нравится этот планер так нравится человеку остальные у кого-то может может быть другой там человек который вызывай как который является его кумиром рассказывать будем слушать будет интересно кстати видите вот этот интересное от солнышко защита вот сижу прихожу в себя и ну не знаю просто не в неком состоянии таком очень даже покоя пребываю значит так вот прикоснуться к легенде к планеру которых на планете несколько которые так давно построен исторический насколько сколько вообще кайф сколько мне повезло сегодня на супер еще супер ну как ощущение ощущение очень легкий то есть настолько легкие педали настолько и когда я выпустил закрылок ну вот на я выкинул у него 60 то есть вот 60 висит один приходится ручку немножко против крена давать то есть он пытается на крык крыло длинная то есть момент момент да есть но в целом это никакого дискомфорта не вызывает самое такое совершенно потрясно ощущение что он вертится вокруг крыла как будто вот это длиннющего пятна крыло зацепилась за сколько у него размах кстати 18 18 метров атаку я думал что-то чем 15 18 вообще открытый класс крыло зацепилась за там не знаю воздух и вот так вот это вокруг этого крыла вращается и это дико кайфово он летит то есть он реально летит летит хорошо ну чувствуется качество сада то есть что это реальный 40 металлический планер с качеством 40 и он летит на эти 40 мало того когда ты его начинаешь разгонять он совершенно не чувствуется как он разгоняется за тобой гонялся там есть видео когда я пытаюсь там прикрою такую но тоже его легко разогнался с хорошим качеством идет то есть у меня ни с какого дискомфорта сел как это как вот сел разношенные тапочки сел и полетел сел и пошел кайф вот ну и честно я теперь хочу взять вот приехать в родной клуб вильнюсский и я надеюсь томас не откажет мы всегда рады тебя видеть да не откажет поздравляю с первым самостоятельным да игорь и волков очень хорошо все и закрылок и интерцепторы я шасси забыл убрать я летал но я как-то совершенно не мешало а где ручка то кстати ручка вот эта большая вот ты забыл сказать а я забыл спросить ну слушай нормально вот обычно если на том же интере забывая шасси выпустить то он шумит так же как и погремушка жуткая и до шляхи у меня тоже самое на 32 здесь вот я не знаю как если бы убрал шасси насколько бы тише стало чуть-чуть ниже но и так не громко то есть просто он летит достаточно тихо так что планер супер просто замечательный шестьдесят первого года производства представь на то мы почти 60 лет до и вот так машина летает и сохранен самое главное вы видите что его сохранили какие-то добрые руки на вилле сейчас он висит в ангаре на нем иногда можно полетать взять повезет очень сильно вот видите я хорошо себя в школе вел в садике потом в институте потом в жизни и видите мне повезло так что как это ведите себя хорошо глубоковажаемые любители планера спорта и и вам дед мороз может что-то такое раз ну нет мороз и тетушка судьба там чпок томас расскажи чуть-чуть как он оказался здесь вот как как один один из трех планиров на планете земля сохранившийся антонова на 15 оказался в самом замечательном аэроклубе ребята привезли купили поддержали и просто и вот такое случилось что я подумал что нельзя хорошему пропадать ну вот я взял просто купил и сохранил это все посмотрите на этого счастливого человека у него есть а 15 он может проснуться с утра взять вытащить его из ангара он причем висит подвешенный красиво так только я записал это видео и вот взять и потом вот улететь и получить тот кайф кайф вот тот вот все положительные эмоции которые получил сейчас я только я положить получил какие эмоции я просто попробовал поставил как он офигенно летит я я пока представляю только как на нем офигенно летать еще и в поток а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok